В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Королева Великобритании Елизавета II впервые косвенно высказала свое отношение к предстоящему выходу страны из Евросоюза. Российские кинотеатры обязали обеспечивать условия доступности кинозалов для инвалидов. Власти испанской столицы серьезно ограничили скоростной режим в городе. Королева Великобритании Елизавета II впервые косвенно высказала свое отношение к предстоящему выходу страны из Евросоюза, дав понять, что она уверенно смотрит в будущее Соединенного Королевства после Брексит, передает ТАСС. Как сообщила газета Sun, выступая с речью на торжественном банкете в честь прибывшего в Великобританию с государственным визитом короля Нидерландов Вильяма Александера и его супруги, королевы Максимы, 92-летняя Елизавета произнесла следующую фразу. «По мере приближения к новому партнерству с Европой, нашим главным активом является наши общие ценности и наша привязанность друг к другу. И они демонстрируют, что даже во времена перемен наш прочный альянс остается крепким, и как новаторы, торговцы и интернационалисты мы с уверенностью смотрим в будущее». Для британского монарха это заявление выглядит весьма откровенным, поскольку членам королевской семьи Виндзоров официально запрещено высказываться на политические темы. А вопрос о Брексит в настоящее время является главным предметом раскола общественного мнения в стране. Российские кинотеатры обязали обеспечивать условия доступности кинозалов для инвалидов и осуществлять показ субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов, пишет «Правмир». Соответствующий приказ Минкультуры России вступил в силу. Теперь в кинотеатрах любой формы собственности хотя бы один кинозал должен быть оборудован специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокомментарием. Создатели социального проекта инклюзивных кинопоказов «Безграничные возможности» отмечают, что люди с проблемами слуха и зрения фактически полностью дезинтегрированы из культурного процесса. Во время проведения фестиваля весной 2018 года они сообщили, что в стране крайне мало кинозалов, которые показывают адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровье фильмы. Помимо этого, трудности у людей с инвалидностью возникают из-за того, что кинозалы с тифлокомментариями и субтитрами инициировались и проводились до недавнего времени преимущественно благотворительными фондами. По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2016 года в России зарегистрировано 12 миллионов 600 тысяч граждан, имеющих инвалидность. Власти испанской столицы серьезно ограничили скоростной режим в городе, пишет российская газета. Отныне по большинству улиц автомобили могут передвигаться не быстрее 30 км в час. Ограничения затронули около 80% территории Мадрида. Исключения касаются лишь дорог с двумя и более полосами, где по-прежнему можно разгоняться до 50 км в час, а на магистралях аж до 70 км в час. В мэрии Мадрида полагают, что эти изменения позволят лучше обеспечивать безопасность пешеходов, а также сделают более популярной езду на велосипеде. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, при скорости в 50 км в час вероятность получения в ДТП тяжелой травмы или летального исхода возрастает в 8 раз по сравнению с ДТП на скорости 30 км в час. Кроме того, эта инициатива по снижению разрешенной скорости снизит уровень загрязнения окружающей среды. Это довольно актуально для Мадрида, поскольку власти испанской столицы за последние годы так и не смогли привести качество воздуха в соответствии с нормами Евросоюза. И если в ближайшее время это не исправить, стороне грозят серьезные санкции. Вступившие в силу изменения ПДД касаются не только автомобилистов. Теперь велосипедисты в Мадриде имеют право поворачивать направо на красный сигнал светофора. Естественно, приоритет отдается при этом пешеходам. А владельцы электрических самокатов больше не смогут ездить по тротуарам. Отныне передвигаться они должны либо по велосипедным дорожкам, либо по улицам, где скорость ограничена теми же самыми 30 км в час. Европейский парламент поддержал полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика на всей территории Евросоюза, сообщается на сайте законодательного органа, передает РИА Новости. Запрет вступит в силу в 2021 году. На территории Евросоюза будет полностью запрещено использование пластиковой посуды, палочек для воздушных шаров, трубочек для напитков и ушных палочек. Помимо этого, к 2025 году планируется снизить использование ряда других предметов из пластика, которым на данный момент нет альтернативы – контейнеров для еды и овощей, коробок для ланча. Также к этому времени планируется перерабатывать около 90% пластиковых бутылок. К 2025 году планируется также вдвое снизить использование пластика в сигаретных фильтрах. К 2030 году этот показатель должен сократиться на 80%. Как отмечается в отчете Еврокомиссии, пластик составляет около 80% всего морского мусора. Древняя латинская библия, созданная английскими монахами в VIII веке и отправленная в Италию в качестве подарка папе римскому Григорию II в 716 году, впервые возвращается к берегам Англии спустя более тысячи лет на редкую выставку британской библиотеки. Амиатинский кодекс – самая ранняя сохранившаяся полная библия на латыни, созданная в двух монастырях на северо-востоке Англии. Все эти годы она хранилась в библиотеке Лауренциана во Флоренции. Амиатинский кодекс включает 1029 пергаментных листов, которые сделаны из шкур 258 телят. В дополнение к Амиатинскому кодексу на выставке будут представлены другие редкие и изысканно оформленные христианские рукописи. Подпольное христианство в Ираке жестоко преследуется властями, но темпы роста местных церквей за последние годы одни из самых высоких в мире, несмотря на гонения, сообщает портал Виктори со ссылкой на Седмицу. Иранские христиане в наши дни свидетельствуют о невиданных темпах роста подпольных церквей. При этом они все более упорно преследуются властями, по признанию Майка Ансари, президента миссионерской организации «Хертфо Иран Министрис», оказывающей поддержку подпольным церквям. О многочисленных фактах арестов христиан и продления им сроков содержания под стражей постоянно сообщают в последние месяцы многие крупные правозащитные организации. Многие верующие христиане получили различные судебные приговоры со стандартной формулировкой за насаждение сионистского христианства. Несмотря на то, что миссионерская организация «Хертфо Иран» работает в тесном контакте с подпольными церквями в Иране, обеспечивая их связью и помощью, почти невозможно получить статистические данные от численов обращенных мусульман. Католическая организация «Фундэйшн Роман Пейн» создала игру «Follow JC Go». Игра похожа на известное «Покемон Гоу», но вместо покемонов здесь нужно искать персонажей из Библии, передает Бог Ньюс со ссылкой на «Карьера де ля Сера». Игра представляет собой поиск Иисуса Христа, апостолов, а также католических святых. Как только игрок находит библейского героя, он должен ответить на вопросы о нем. Тогда можно получить святого свою евангелическую комбанду, которая будет сопровождать игрока во время паломнических путешествий. Задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми. В создание игры было вложено около 500 тысяч долларов частных инвестиций и пожертвований. К созданию «Follow JC Go» привлекли 43 дизайнеров, богословов, церковных историков и инженеров. В общей сложности работа над приложением велась 32 тысячи часов с августа 2016 года. А на этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин